Здравствуйте! В эфире программа «Интервью дня». В Алтайском крае впервые с 90-х годов 20-го века появилась команда мастеров по настольному теннису «Алтай». И сегодня у нас в гостях Алексей Анатольевич Перфилев, министр спорта Алтайского края, и главный тренер команды мастеров по настольному теннису Степан Васильевич Багия. Здравствуйте! Алексей Анатольевич, первый вопрос, наверное, к вам. Вы были инициатором создания команды мастеров в Алтайском крае впервые с 90-х годов 20-го века. Скажите, пожалуйста, почему именно сейчас и как решились на этот шаг? Ну, во-первых, тянуть уже дальше некуда. А сейчас хорошие времена, как нам всем кажется, для алтайского спорта. И самое время, все, что можно еще вернуть, надо возвращать. У нас хорошие реформы прошли в хоккее, баскетболе, в ряде других видов спорта. Поэтому в свободное время можно позволить себе и настольному теннису уделить. И развивать новый вид спорта для алтайского края. Ну да, тем более история хорошая, и для ребятишек это очень хороший социальный лифт. То есть это вид спорта массовый, который легко доступен. И, собственно говоря, пока мы еще не потеряли в себе силы и желания, надо... Тем более инфраструктура для развития массовой игры в настольный теннис, она сейчас развивается. Да, в Алтайском крае везде ставятся и столы, и уличные столы для игры в настольный теннис. Да, здесь у нас представленность в 16 районах официально. И, собственно говоря, в нацпроекте у нас тоже есть теннисные столы. Поэтому развитие массового спорта есть. Хотелось бы выстроить пирамиду так, чтобы на острие была еще и команда мастеров. Поэтому самое лучшее время для ренессанса именно сейчас. И амбиции есть. Степан Васильевич, вы приняли предложение возглавить команду мастеров, стали главным тренером. При этом вам пришлось переехать из другого города, переехать в Барнаул. Как решились на этот шаг? Долго ли сомневались? Да нет, практически я даже не сомневался. Когда Алексей Анатольевич предложил, я сразу сделал решение и переехал. Во-первых, мы с ним знакомы из 90-х годов. В 94-м году мы играли вместе за Барнаул. Импульс тогда был в Кубке России и в Клубном чемпионате России. Поэтому мы очень долго знакомы. То есть решение приняли сразу? Да, я тем более работал еще в Новосибирске. Переехал сюда, и родители ближе, и брат. Степан Васильевич, а вот сразу на вас легла обязанность набрать команду, профессионалов, которые будут защищать честь Алтайского края. Как формировались список членов сборной Алтайского края, и есть ли у нас какой-то резерв на сегодняшний день? У Барнаула уже были игроки, два мастера спорта, и один кандидат мастера спорта – это Марат, Игорь и Илья. Поэтому основная команда уже была сформирована. Была сформирована? Да, сформирована. Мы усилились только, взяли с Красноярского края, с Кемеровской области и с Новосибирской области. Сильнейших по одному человеку. А готовится ли сегодня как-то резерв? Команда мастеров – это некая элита, которая является такой важной целью для подрастающих ребятишек. Будете ли выстраивать в том числе тренировочный процесс с молодыми спортсменами? Ну, тренировки идут, и молодые все, которые у нас есть, лидеры, они подключены к этим тренировкам. То есть, они уже тренируются с основной командой? Они тренируются вместе с основной командой. Плюс у нас еще есть женская команда, Краевой спортивной школы Олимпийского резерва, где тоже тренировки проходят, весь состав, девочки переехали с других регионов, кто учится, кто… Ну, в принципе, все учатся, да, и тоже команда очень сильная. Все тренируемся в одной группе. Да, Степан Васильевич, еще такой вопрос. Вот подробнее о тренировках. Как они проходят, на базе какого учреждения? Вносите ли какие-то там игровые элементы? Или вы сейчас больше оттачиваете техническое мастерство теннисистов? На базе спорткомплекса ОПИ, у нас это центр получается, где все лучшие спортсмены собраны, да. Ну, пока тренируемся, потому что отменили у нас один тур, девочки так и не выехали сыграть. Мальчики один тур уже провели, поэтому сейчас пока только тренируемся. Оттачиваем, как вы говорите, технические элементы, да. И ждем результата, когда будет следующий тур, чтобы мы уже… Когда сможете уже принять участие в соревнованиях. Да, Алексей Анатольевич, а вот с точки зрения финансирования, да, команды мастеров, как сегодня выстроенный процесс, есть ли у клуба свой бюджет, свои спонсоры, своя поддержка для того, чтобы… Потому что все равно тренировочный процесс, выезды на соревнования, это все равно капиталоемкий такой аспект работы. Ну, у нас единые подходы ко всем командам. Основной критерий – это, конечно, спортивный результат и любовь наших болельщиков. Здесь у нас было действительно то тяжелое время, когда приходилось нам выживать только за счет внебюджетки. Тем не менее, на сегодня, ну, расходы все же на этот вид спорта, они… Не зайти большие. …в сравнении с другими, да. Здесь все гораздо проще, поэтому здесь, безусловно, есть и внебюджет, и есть и бюджетная поддержка. Но пока мы только начинаем и, опять же, испытываем амбиции, мы, конечно, уже присматриваемся к лиге номер один, это премьер-лига, но и ряд таких серьезных попечителей хотели бы поддержать нас. Потому что все же эта команда, это не только команда Алтайского края. То есть, Алтайский край здесь представляет всю Сибирь. А у нас исторически так складывалось, что, ну, половина, наверное, сборной состава Российской Федерации – это сибиряки. То есть, кто-то чуть раньше, чуть позже уезжал, поэтому, собственно говоря, и многие из них составились или как спортсмены, или как бизнесмены. Поэтому этот проект, ну, он такой. То есть, в потенциале при развитии команды мы можем рассчитывать на то, что члены нашей сборной Алтайского края попадут и в национальную сборную? У нас есть ребятишки, которые входят по возрастам в сборную. Единственное, что, ну, так складывается спортивная жизнь для того, чтобы расти дальше, иногда приходится уезжать куда-то. В другой регион. Называемый социальный лифт. Поэтому для нас команда еще важна и тем, что быть правильным примером. И для ребятишек, которые сделают ставку на спорт, у них будет возможность развиваться. Как в Сибири, представляя интересы команды, так, собственно говоря, в дальнейшем и переезжая в города России и по Европе разъезжаясь. Степан Васильевич, вы уже сказали, что команда мужчин сыграла первый тур чемпионата России, выезжали. Это был первый официальный старт новой команды. Как оцениваете итоги? Во-первых, какие они? Как оцениваете и игру, и результат? Ну, по игре они сыграли, выложили все, что могли. Но результат, конечно, не устраивает. Там играло пять команд. Мы заняли четвертое место. Две игры мы проиграли со счетом 2-3. То есть, в борьбе. Там буквально один мяч решал все. Поэтому, ну, будем ждать второго тура. То есть, сейчас это первый такой, вот, говорите, с точки зрения самоотдачи претензий нет. Есть результат, но который, наверное, придет с процессом тренировок. Да. Ну, мы сейчас идем, если так общий, 10 команд, мы сейчас на восьмом месте. Да. Но наши задачи, конечно, амбициозные. Ну, я думаю, четвертые, пятые мы должны закончить. Так уже. Это сейчас, да? Какие вот планы, спортивные планы на следующий сезон? Четвертое, шестое место. Как вы оцениваете? Ну, а на следующий мы будем уже более лучше знать соперников. Потому что мы их, если честно, наши спортсмены очень давно не выезжали дальше Сибири. Есть потенциал попасть в тройку на следующий сезон хотя бы? Я думаю, что да. Алексей Анатольевич, выбрали в качестве маскота команды, в качестве символа команды «Снежного Барса». Почему такой выбор для Алтайского края, для Алтайской команды? И чем руководствовались? Я ваш вопрос, наверное, к Степану Васильевичу. Степану Васильевичу. Чего и было? Нет, ну идея, как бы, наши вместе сидели и думали, да, какие в Алтайском крае, чем тот зверь есть, этот зверь есть уже, все, и медведи есть, и все. Ну, решили поддержать сибирского «Барса». А насколько вы знаете, вы уже говорили, что в 90-х годах уже вместе друг с другом играли. А планируете ли как-то возобновить совместные игры, да, если не на базе, не на уровне профессиональной игры, но на каких-то любительских мероприятиях Алтайского края, любительских турнирах? Да, есть еще порох в пороховницах. Вот на новогодних каникулах жду, когда будет возможность уже спокойно потренироваться. Ну, и проверим друг друга и молодежь. То есть вы готовы бросить вызов нашим юным спортсменам? Да. А возраст здесь не помеха, потому что все равно физические уже кондиции, наверное, не те, что раньше, а молодежь-то может и в настольном теннисе, что значит, передышать вас. Да, молодежь уже давно-давно была уже обыгрывать нас, да, но проверим себя, то есть проверим и верим в себя. Что сегодня нужно сделать для того, чтобы мы там через 2-3 года смогли сказать, что настольный теннис в Алтайском крае очень популярен и в нем занимаются тысячи реметишек? Мы постараемся так, чтобы игроки также приезжали в районы, общались с ребятишками, проводили мастер-классы. И это абсолютно нормально, это абсолютно правильно, потому что где-то своим примером. Второе, те матчи, которые есть на сегодня наших профессиональных команд, также и по теннисистам планируем в феврале проведение тура именно. То есть важно не только команда, чтобы ездила, но и к себе затянуть то, чтобы показать, да. И здесь надо стараться нам обыгрывать эти соревнования, мероприятия так, чтобы они были зрелищные, они увлекали. У нас есть пример Олимпиады, у нас есть пример проведения чемпионата мира. Конечно, это дает очень такой большой, хороший, значимый импульс. Ну, третье, это, конечно же, необходимая инфраструктура. Но, повторюсь, настольный теннис – доступный вид спорта, и здесь попроще. Поэтому вот в помощь нам программа «Таланты-22». Это аналог «Сириуса», 30 столов для настольного тенниса, которые разойдутся по Алтайскому краю. Это ракетки, мячики, федерация готова поддерживать. Поэтому для команды тоже очень важно формировать и спортивный резерв, и, опять же, любовь болельщиков. Ну что ж, спасибо большое, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Спасибо. На этом у меня все. Смотрите телеканал «Катунь-24» и всего вам доброго.